Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение эндокринной системы человека. Сегодня на уроке мы будем говорить о строении и функциях эндокринных желез, тимуса и надпочечников. На уроке вы научитесь распознавать расположение тимуса и надпочечников, определять структурные и функциональные особенности этих желез, а также определять гормоны тимуса надпочечников и их функции. Тимусы надпочечники относятся к железам внутренней секреции. На рисунке вы видите их расположение. Тимус – это вилочковая или зубная железа, эндокринная железа и орган иммунной системы. Тимус вырабатывает гормоны, которые являются химическими стимуляторами иммунных процессов. Тимус расположен за грудиной. На схеме он обозначен цифрой 1. Имеет вытянутую форму и состоит из двух долей. Гормоны тимуса – это ангиотензин и эритропоэтин. Ангиотензин определяет рост кровяного давления, а эритропоэтин регулирует концентрацию кислорода в тканях и процесс формирования эритроцитов. Некоторые факты о тимусе. В период полового созревания он достигает максимального веса – около 35 грамм. А после этого начинается уменьшение железы, которое продолжается всю остальную жизнь. В тимусе созревают Т-лимфоциты, которые необходимы для обеспечения нашего иммунитета. Надпочечники регулируют минеральный, углеводный, белковый и жировой обмен в нашем организме. Надпочечник – это парный орган. Вес около 12-13 граммов у взрослого человека. Он располагается над верхним краем соответствующей почки. Состоит надпочечник из двух слоев. Наружный – это корковый слой и внутренний или мозговой слой. На схеме вы видите надпочечник в разрезе и расположение – наружный корковый слой и внутренний мозговой слой. Гормоны надпочечников выделяются наружным слоем. Это альдостерон, кортизол, андрогенные половые гормоны. И внутренним слоем – это гормоны адреналин и норадреналин. Функции гормонов надпочечников. Корковый слой – альдостерон регулирует процессы обмена воды и минеральных солей и определяет рост кровяного давления. Андрогенные гормоны регулируют развитие скелета, мышц, вторичных половых признаков в детском возрасте, когда деятельность половых желез выражена еще слабо. Гормон кортизол регулирует концентрацию кислорода в тканях, процесс формирования эритроцитов. Гормон кортизол – это гормон коркового слоя надпочечников. Адреналин и норадреналин – гормоны мозгового слоя. Они выделяются при сильных эмоциях, гневе, испуге, боли, опасности. Симптомы поступления адреналина и норадреналина в кровь следующие – учащенное сердцебиение, сужение кровеносных сосудов, повышение артериального давления, усиление расщепления гликогена в клетках печени и мышцах до глюкозы, угнетение перистальтики кишечника, расслабление мускулатуры бронхов, а также повышение возбудимости рецепторов сетчатки, слухового и вестибулярного аппаратов. Адреналин способствует расщеплению гликогена в печени и мышцах, повышает уровень глюкозы в крови, увеличивает силу и частоту сердечных сокращений и частоту дыхания. Также адреналин повышает кровяное давление за счет сужения кровеносных сосудов и обеспечивает реакцию на стрессовые ситуации. Норадреналин выполняет функции, сходные с функциями адреналина, но может иметь противоположное значение, например, сокращает чистоту сердечных сокращений и норадреналин создает ощущение покоя. Итак, ребята, сегодня вы способны распознавать расположение тимуса и надпочечников, определять структурные и функциональные особенности тимуса и надпочечников, определять гормоны тимуса, надпочечников и их функции. Я желаю вам успешной учебы, хорошего настроения, здоровья, удачи. Спасибо за урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok